Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Рост заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшую неделю составил 255% по сравнению с предыдущей. Скорая медицинская помощь работает в усиленном режиме. Новый федеральный законопроект об организации местного самоуправления обсудили в режиме ВКС представители органов государственной власти с главами муниципальных образований. О тех, кто помогает людям. Три года назад, 1 февраля, был создан ресурсный центр добровольчества в Ненецком автономном округе. За прошедшие сутки в регионе выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19. В числе заболевших 49 жителей Наринмары и поселка Искателей, трое жителей Оксина. Также зарегистрировано 9 привозных случаев из Архангельска, Москвы и Пскова, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, сейчас на лечении в Сосонаре окружной больнице находится 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Еще 468 жителей лечатся на дому. В регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 1 286 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 4040 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3429 человек. Напомним, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Работают посты битконтролевая роботона Ринмара на посадочных площадках в Нижнепеши, Оми и Ниси. Обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. За последнюю неделю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом увеличилось число обращений граждан в неотложную помощь. Заведующий отделением скорой медицинской помощи рассказал журналистам о сложившейся ситуации. Могу сказать, что за последние 10 дней этот показатель увеличился где-то на 50-55%. Больше всего вызовов было за последние 3 дня. Увеличение их было более чем на 70%. Основные поводы к вызову – это повышение температуры, боли в горле, катаральные явления. Заведующий отделением отметил, что большой процент среди заболевших – дети. За последние 10 дней они составили 27% от общего числа обращающихся. При угрозе инфекции работники выезжают на вызов в средствах индивидуальной защиты. Возможность заражения выявляется со слов пациента – контакт по ковиду. На данный момент штат скорой состоит из 22 медицинских работников. Это три круглосуточных бригады. Естественно, задержки могут быть, задержки бывают, но я должен сказать о том, что в случае, если вызывание отложное, то есть нет угрозы жизни пациентам, то допустимо до 2 часов. Мы в основном укладываемся. Из тех 500 с лишних вызовов по экстренным показаниям где-то 200 с небольшим вызовов. Из них задержка более 20 минут была только у двух. Но опять же необходимо отметить высокий профессионализм сотрудников. У всех практически большой опыт работы именно на скорой помощи. Поэтому за счет этого они быстро оценивают тяжесть состояния пациентов, принимают решения. В субъектах Российской Федерации продолжается обсуждение нового федерального законопроекта. Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, который в первом чтении был принят 25 января Государственной Думой. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Андрей Блащинский и спикер регионального парламента Александр Лутовинов перед принятием закона во втором чтении провели консультации с главами муниципальных образований в режиме видеоконференц-связи. Законопроектом предусматривается переход на одноуровневую модель местного самоуправления, установление определенного перечня полномочий муниципалитетов. По словам одного из инициаторов проекта, депутата Павла Крошенникова, это будет способствовать устранению путаницы при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. В настоящий момент более полутора тысяч местных полномочий закреплено в разных федеральных законах. Законопроект же прописывает конкретные полномочия органов местного самоуправления, централизует их в одном законе. Таким образом, граждане смогут понять, в каком случае нужно обращаться в муниципалитет за решением вопроса, а в каком случае в регион. Перед принятием в первом чтении законопроект уже обсуждали на местах, в том числе в Ненецком округе с участием органов государственной власти, местного самоуправления и общественности. Затем состоялись слушания на федеральном уровне с участием представителей всех субъектов Российской Федерации. Эти публичные слушания были очень представительными. В них принимали участие все регионы нашей страны. Там были эксперты, разработчики данного законопроекта, ученые. То есть, очень было такое квалифицированное обсуждение. И вопросы, которые были обсуждены или предложены в проект закона, их было достаточно много. В рамках ВКС с главами муниципалитетов спикер регионального парламента также напомнил о проведенной совместно с администрацией округа работе в регионе. Состоялось несколько встреч, в том числе с приглашением представителей городского округа из-за Полярного района, председатель Ассоциации муниципальных образований, представителей фракции в окружном собрании. Запрошены мнения глав. Итогом работы стали отзывы к законопроекту, которые направлены в Государственную Думу. Один из них касается схода граждан в поселениях. В законопроекте установлено, что сход правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта. Так вот, эта норма для нас, она является затруднительной. Так, допустим, в деревне Куя зарегистрировано свыше 100 человек, и проживает фактически 29. И это не единичный случай. Александр Лутовинов предложил предоставить возможность самому муниципальному образованию, учитывая специфику своей территории, определять правомощность схода граждан в уставе. Этот вопрос очень актуален для наших поселений в связи с ограниченной транспортной доступностью, отдаленностью от административного центра. Люди, зарегистрированные в селах, по разным причинам проживают по факту в более крупных населенных пунктах. Самым обсуждаемым вопросом является количество будущих муниципальных округов и их нарезка на территориях субъектов. И вот мы хотим обратить внимание, что сейчас возникает такого рода вопрос, когда говорят, а сколько будет муниципальных образований, а как будет осуществляться нарезка этих муниципальных образований. Я хочу сказать о том, что здесь определено право субъектам решать эти вопросы. Поэтому эти вопросы, они относятся непосредственно к нам. Я полагаю, это предмет дальнейшего разговора, дальнейшего обсуждения, самого большого, самого серьезного. Депутат Александр Чурсанов обратил внимание глав муниципальных образований на то, что многие субъекты Российской Федерации уже идут по пути укрупнения муниципальных образований, начиная с 2017 года, как только такая возможность появилась в федеральном законодательстве. Глав, в свою очередь, интересовали вопросы организации деятельности муниципалитетов после течения срока полномочий глав и представительных органов, в целом организации работы в переходный период, а также перераспределения полномочий. В заключении встречи Александр Лутовинов подчеркнул, что очень важно сделать переход к новой модели организации местному самоуправлению максимально безболезненным для поселений, а новая модель самоуправления должна быть эффективной. Мы не просто здесь устраиваем вот это реформирование, оно должно определять главную задачу. Или мы должны видеть эту главную задачу. Самая главная система управления должна быть максимально эффективной. И вот к этому мы должны стремиться, и из этого главного мы должны исходить. И поэтому, как будет, кто будет, для этого определенный переходный период. Вот я полагаю, нам этого времени хватит для того, чтобы полноценно этой работой заняться и провести ее именно в том ключе, о котором сейчас я сказал. Предложения региона будут направлены в Государственную Думу. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен в конце февраля. Проблеме водоснабжения в Лавашском был посвящен не один сюжет на телеканале «Север». Лобощане настойчиво добивались решения в свою пользу. Решение принято. Наталья Дуркина продолжит тему. Вопрос с водоснабжением в Лавашском тянется еще с конца 2020 года, когда в деревню завезли емкость, с помощью которой решено было уйти от старой системы подачи водоснабжения. Объяснили так. Замерзать не будет. Да и на отопление сэкономить можно. Ведь подача будет не через водонапорную башню. Однако зимой жители забили тревогу. Вода оказалась абсолютно непригодна даже для технических нужд. Весь год представители власти и сотрудники управляющей организации «Север Желкомсервис» ездили в Лавашское. Брали пробы, чтобы оценить качество воды. По результатам лабораторных исследований, вода то признавалась пригодной, то опять нет. В сентябре 2021 года емкость заменили. Но от этого качество воды не улучшилось. В прошлый раз, когда приезжали, говорили, что хорошо. Я говорю, у меня тут жижу, он текет. Поменяют здесь вот эту, помните, да? Что поменяют, значит, они вот эту емкость. Они эту емкость привезли новую, поменяли, закачали. Но как говорили, что там еще сделают хорошие очистные. Ну как это, то есть это фильтр-то, фильтр, фильтр, да. Вот, мощные. Ну и чего? Ничего не сделали. Туда воду закачали. Вода стала та же самая? Такая вся эта самая темная? И опять с налетом? Она опять непригодна? Из-за того, что качество питьевой воды не изменилось, она осталась такой же непригодной для использования, было принято решение вернуться к прежней схеме водоснабжения. Сейчас вода в дома поступает, как и раньше, с башни. Да, все-таки с башней вода идет. Вода нормальная. Я говорю, я готовлю на этой воде, на Печорской. И баню наливаю. У нас только углубили бы Печору, да, и она бы не была стоячей водой. А там всего-то на месяц-то и надо. Потом разливается вода. Все, мы с Печоры берем воду. Сделали бы углубление реки, и вообще проблем-то никаких не было. Башня построена была в 92-м году. Это башня новая. Башня новая. Я говорю, единственное, что мы хотим пить воду чистую, и пусть Печора. Нет, там, делайте очистные хорошие, и выводите воду с того балка. Но не отсюда. Отсюда даже близко, чтобы этой воды не было. Пусть это будет пожарный водоем. Пожалуйста, устанавливайте, делайте. Насколько технически возможно подключить БВПУ вот эту вот систему? Хотя бы на период, когда там еще идет это. Период, когда вода грязная. Грязная. А так с реки идет вода. Внесем ясность. БВПУ – это облочная водоподготовительная установка, которая была введена в эксплуатацию более 8 лет назад. Жителям предлагалось пользоваться ею как колодце. Я раньше работала заведующей сепаратурным отделением. Сейчас я на пенсии на заслуженном отдыхе. 63 года. И вот мне предлагают сейчас с ведерками ходить сочетных воду носить. На стирку, на баню, на все практически. Это что, нормально, нет? При том, что у нас в домах водопровод. Я говорю, а вот установка-то, она бездействует. По словам обслуживающей организации, Севержилкомсервис вода на БВПУ питьевая. Однако на деле ее можно использовать только для технических нужд. К слову, представители власти Заполярного района видят проблему плохого качества воды в старых водопроводных сетях. Мы сейчас проектируем сети. В этом году у нас в конце года должен быть проект. На следующий год будем планировать строительство. Для того, чтобы у вас была питьевая вода в системе. Мы к этому уже идем. Мы сейчас приехали для того, чтобы обсудить тему, откуда у вас будет водозабор. Жители деревни, в свою очередь, видят в сложившейся ситуации только один выход. Сделать систему очистки воды для действующей системы водоснабжения через водонапорную башню. К счастью, власть их услышала. Сейчас опять выехали, посмотрели. В принципе, вода в емкости нормальная. Но мы понимаем опасения жителей. И поэтому приняли решение, что оставим прежнюю систему, через водонапорную башню, до момента строительства новых сетей. Также внимание вопросу по качеству питьевой воды в Лабожском было уделено на еженедельном совещании главы региона. В частности, Юрий Бездудный поручил Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса повторно брать пробы на анализ качества питьевой воды. Альберт Маратович, тоже подключите свою лабораторию за контролем этой воды. У вас лаборатория независима. По крайней мере, точно будем знать, что с качеством этой воды. Надежда Леонидовна, наша обязанность обеспечивать жителей водой. Качественной питьевой водой. Я не про техническую сейчас, а именно про качественную питьевую воду. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Место добрых дел и искренних эмоций. 1 февраля ресурсному центру добровольчества в Ненецком округе исполнилось 3 года. О тех, кто помогает людям, расскажет Василий Хатанзейский. Ресурсный центр добровольчества, здравствуйте. Звонки с просьбой о помощи. С утра до вечера Александр Найда принимает звонки от самоизолированных и амбулаторных больных с диагнозом COVID-19 и передает информацию волонтерам. А ведь еще меньше года назад он сам ждал звонка от своего куратора. И шел на вызов помогать людям. Когда я начал работать, я столкнулся с тем, что нужно было получать лекарства в аптеке и развозить их нуждающимся людям в этих обязательных лекарствах. Мне нравилось, когда ты оставляешь лекарства, отходишь на безопасное расстояние, то есть все, что правильно было. И люди улыбаются, рады тому, что есть люди, которым не все равно. Именно после участия в акции Александр понял, что хочет курировать волонтеров и создавать вместе с ними проекты. Сейчас он уже почти год возглавляет движение студенческих волонтеров и волонтеров культуры. Еще одна новенькая в команде – Ксения Артеева. Она работает с серебряными волонтерами высокого возраста. Если брать непосредственно наш клуб «Серебряные зори», то они участвуют в различных мероприятиях, как городского уровня, так и наших. Мы их приглашаем. И непосредственно они помогают своим подпечным, помогают им по дому, приносят им продукты, лекарства. Также различные – воду, выносят мусор. Просто поддерживают словами, общением. Помогает новичкам-коллегам Екатерина Зименкова. Девушка стояла у истоков создания ресурсного центра добровольчества. Именно поэтому может поделиться с молодыми специалистами опытом, наработанным годами. 1 февраля 2019 года на базе регионального центра молодежной политики был создан региональный центр поддержки и развития добровольчества Нинско-автономного округа. На 1 февраля 2019 года на единой информационной платформе Добро.ру было зарегистрировано всего 214 волонтеров и 27 организаций. На сегодняшний день на этой же платформе зарегистрировано от округа 1287 волонтеров и 42 организации. Сейчас в ресурсном центре добровольчества работа идет полным ходом. Множество проектов, разнообразие направлений волонтерских движений и грандиозные планы на будущее. Несмотря на колоссальную работу, которая была проделана за три года, добровольцы растут дальше. И для этого они ищут еще больше неравнодушных людей, готовых творить добро. Скажи тому, кто не был в Наринмаре, бери билет на самолет. Елена Бакурова, исполнительница, лауреат международных конкурсов, сочинила новую песню о Наринмаре. Она еще официально не вышла в свет, но уже набирает популярность. Подробности о... Елена Бакурова, исполнительница песни о Наринмаре, готовится к творческому вечеру. А пока репетирует, рассказывает о себе. Она приехала в Наринмар из Архангельска. Небольшой спокойный городок так приглянулся, что она решила остаться здесь жить. Меня настолько поразили люди, они настолько открытые. Здесь все как большая семья, но, наверное, чем дальше на север, тем люди добрее. Они действительно как одна семья. И вопрос, переезжать, не переезжать, в общем-то, для меня не стоял. И мне сразу же захотелось, чтобы в моем репертуаре появилась песня про Наринмар. Елена непрофессиональная исполнительница. Это одно из ее многочисленных хобби. Кстати, вокалом она занялась только в 39 лет. И надо заметить, вполне успешно. Сначала перепевала песни популярных исполнителей. А потом в репертуаре появились и свои, написанные специально для нее. Сейчас в творческой копилке Елены более 80 песен. Она записала 4 альбома. К выходу готовится пятый. Елена уверена, что здешняя обстановка благоприятствует творчеству. У меня здесь такое какое-то спокойствие, умиротворение. Вот я здесь отдыхаю душой. И очень нравятся люди. И когда ты находишься в таком душевном равновесии, очень, ну, мне очень хорошо и комфортно творить, работать над новыми песнями, изучать вообще что-то новое. А что касается песни о Наринмаре, то она практически уже готова. Осталось только записать ее в студии. Я выбрала стихи, которые были очень близки северной теме. И попросила автора из Архангельска, мою хорошую знакомую, поэтессу Татьяну Москвину, чтобы она сделала припев, чтобы в нем было о Наринмаре. И вот она написала эти стихи. Мне тоже очень понравилось. Заказала композитору знакомому музыку. Он написал песню, написал аранжировку. В конце прошлого года Елена приняла участие в проекте «Добрые песни о главном». Сейчас работает еще над тремя проектами. Но подробности пока остаются в секрете. Просторы Арктики в далеком Забалярье сравнимы с целой тысячей красот. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.